Приветствую, друзья! В Украине не прекращаются боевые действия и сейчас уже союзные силы начинают штурмовать город Солидар. Если брать в общем, ситуация на фронте выглядит примерно следующим образом. Тем временем западные страны понимают, что российская армия вместе с союзными силами не останавливается и поэтому перебрасывают различное вооружение на линию фронта. Причем вот на этих кадрах можно заметить состав с танками, которые переезжают железнодорожный мост в городе Днепропетровск. На данном этапе вооруженных сил Зеленского очень серьезная проблема с штурмовой авиацией. Если в России с этим все нормально, там есть различные штурмовики, модернизированные и так далее, то в Украине и уже и в странах Европы, постсоветских странах уже давно закончились штурмовики Су-25, а других штурмовиков советских априори больше фактически в Украине нет. С учетом того, что в мире фронтовых штурмовиков всего по сути два, это конечно же Су-25 и А-10 американский, то здесь уже есть заявление различных американских генералов, что уже вроде как планируется передать вот этот штурмовик фронтовой А-10 также в Украину. С учетом того, что под данный штурмовик нужна полностью американская инфраструктура, тех взлетно-посадочных полос, в которых эти самолеты должны будут взлетать, ну и конечно нужно обучать пилотов на вот этих А-10, то здесь, как говорится, эта история конечно же долгая и никто украинских пилотов обучать не будет. И поэтому, если вдруг в небе Украины будет замечен А-10, то здесь можно с уверенностью в 99,9% сказать, что там за штурвалом сидит американский либо европейский пилот. Ну а тем временем, с учетом того, как развиваются события на Донбассе, то много установок Химарс уже поражено российской армией. И на этом фоне, естественно, точно так же, как с Байрактарами, акции вот этой широко разрекламированной компании, которая производит Химарсы, начали стремительно падать. А с учетом того, что есть уже масса видео подтверждений, как вот эти ракеты Химарс прекрасно перехватываются ракетными комплексами Панцирь-С1 российского производства, то акции, как говорится, начали падать еще более стремительно. Для того, чтобы хоть как-то сдержать падение акции, то американское военное командование сделало заявление недавно, что якобы ни одна установка не поражена. И, мол, те видео, которые представляла российская сторона, российский генштаб, мол, они плохого качества, и поэтому, как говорится, может быть там на месте вот этих пораженных установок, может, то были и не Химарсы. Но тем не менее, с учетом количества видеоматериалов, которые, естественно, я выкладываю регулярно у себя в Телеграм, то здесь можно сделать логический и объективный вывод. Эти системы поражены точно так же, как и широко разрекламированные гаубицы М3-7, точно так же, как и широко разрекламированные беспилотники Байрактар, которые уже десятками просто сбивала российское ПВО, и толком применить их украинская сторона так и не смогла. В конечном итоге установки Химарс и производители установок Химарс вместо рекламы получили условно пятно на репутации, и теперь уже в других странах прекрасно понимают, что Химарс это никакое не супероружие, пускай оно и современное, но тем не менее, это условно обычная система залпового огня с GPS-наведением и не более. Также появились уже видео касательно использования российских барражирующих боеприпасов на поле боя. Это видео я не могу выложить здесь, оно у меня выложено в Телеграм-канале. Кому интересно, переходите, подписывайтесь, ссылка на мой Телеграм-канал в описании и первым комментарием под видео. Ну а тем временем ставленник Зеленского по Луганской области Гайдай заявляет, что оказывается в Украине народ, не тот народ, просто во многом по утверждениям самого ставленника Зеленского Гайдая просто ждет русский мир, когда их освободят, и поэтому и Луганская область сейчас полностью перешла под контроль Российской Федерации и Союзных Сил, и другие областя в том числе. Такие заявления можно, в принципе, сопоставить с заявлениями различных российских либералов, которые вечно жаловались на то, что все-таки народ в России не такой. А здесь мы видим, что уставленники Зеленского начинают жаловаться, что в Украине, оказывается, народ не такой. Все равно поддерживают свою родину, Советский Союз, все равно не хотят забывать память своих героических предков, ну и, конечно же, называют Великую Отечественную войну Великой Отечественной войной, а не как хотят на Западе Второй мировой. Ну а сейчас я вам покажу, как местные жители в городе Северодонецк нарушают закон Украины, потому что демонстрация советской символики, флага победы, это, как говорится, в Украине криминальная статья, по которой можно получить аж до пяти лет тюрьмы. И вот обратите внимание, когда уже территорию контролируют союзные силы, то каким образом местное население относится к вот этим законам и, в принципе, к советской символике. Давайте посмотрим. Вот этот флаг Советского Союза, моя родина, где я родилась, я его хранила очень долгие годы. Как оказалось, у половины граждан Украины все нормально с головой, и у многих дома хранилась символика того государства, которое олицетворяло могущество и высокоразвитую цивилизацию, в отличие от того, что происходит сейчас, когда правит олигархат, ну и, естественно, четко выполняет команды из-за океана, что и как делать, как кому жить, какие парады там проводить и прочее. Это такая дорогая вещь, драгоценная. Я имею в виду не только для меня, а для всех, кто помнит. Мы тут хотели, но сейчас нельзя, что, ладно, повисеть, чтобы... А почему? Сейчас все можно. Я считаю, что сейчас уже все можно. Пришли наши ребята, сейчас все можно. И тут несложно догадаться, что если эти сюжеты с обычными мирными жителями, гражданами Украины поставят сейчас по любому телеканалу Зеленского или по западному телеканалу, типа там французскому или американскому, а тут тут же этих журналистов просто уволят, ну и главного редактора где-нибудь, знаете, посадят в тюрьму. Но, тем не менее, это объективная реальность. И можно с ней соглашаться, можно не соглашаться, но это факты. Ну а тем временем, по словам Зеленского, оккупанты в Запорожской области опубликовали тарифы, которые нужно будет платить местному населению на территории сейчас, которую контролируют союзные силы. И, как оказалось, там получается газ дешевле в пять раз, горячая вода в два и три раза, отопление в два раза, электроэнергия почти в два раза и так далее. И я думаю, что вот так жестко оккупанты никогда не издевались над украинским населением, как сейчас. Потому что, просто глядя на эти тарифы, поражаешься, все-таки нет предела путинскому коварству. Вот что бывает, когда просто убирают вот эту олигархическую маржу, которую, естественно, за 30 лет независимости каждый месяц ложили себе в карман украинские и международные олигархи. Именно поэтому посольство Большой Семерки регулярно требовали ставить на ключевые должности в Нафтогаз и прочие генерирующие компании именно своих людей для того, чтобы все-таки схемы обогащения работали. А сейчас мы видим, как вот эту дельту коррупционную убрали и мы получили, в принципе, реальные тарифы. Ну а тем временем с России приходят очень тревожные новости. Оказывается, там местный Минюст решил полностью запретить еврейское агентство СОХНУТ. И я начал разбираться, что же это за такое агентство СОХНУТ, чем же оно занимается. Ну и, естественно, как все, по наивности пошел в Википедию. Еврейское агентство СОХНУТ – международная сионистская организация с центром в государстве Израиль, которая занимается репатриацией в Израиле и помощью репатриантам, а также вопросами, связанными с еврейским сионистским воспитанием и глобальным еврейским сообществом. По этому поводу сразу подключился МИД Израиля и заявил, что срочно нужно все-таки сделать все для того, чтобы в России продолжала работать вот эта международная сионистская израильская организация. Но, тем не менее, все равно Минюст российский продолжает процедуру ликвидации этой структуры. Если перейти на сайт этой организации, то, оказывается, они занимаются исключительно богоугодными, как говорится, делами. Знаете, чуть ли не ромашки коллекционируют и занимаются сугубо обозначением того, что вода должна быть мокрой, солнце должно светить и так далее. Но все было бы хорошо, если бы не одно «но». Потому что недавно, как известно, Зеленский обратился к американскому еврейскому комитету, который тоже вроде как, знаете, организации за все хорошее против всего плохого. Но по факту Зеленский обратился к вот этой организации еврейской не просто так, а попросил денег и оружие. Давайте послушаем, как это было. Ну и давайте просто послушаем, что же Зеленский попросил у организации, которая по документам и по Википедии занимается исключительно, опять же, богоугодными делами и за все хорошее против всего плохого. Закликал их еще подвоить из усилия, чтобы мы получили больше современной оружии, больше финансовой поддержки для нашего государства. По состоянию на сегодня американский еврейский комитет не сделал ни одного заявления касательно того, что Зеленский попутал берега и попросил у правозащитной общественной организации деньги и оружие по своей дурости. И к деньгам и оружию этот международный американский еврейский комитет не имеет никакого отношения. Отсюда мы можем сделать вывод, что вот подобные организации, как вот американский еврейский комитет, так же, как и Сахнув, они по документам в Википедии занимаются, условно, там, богоугодными делами, а по факту причастны к поставкам денег и оружия в Украину. Это, опять же, исключительно логика, которая приводит к мысли, что не случайно российский Минюз вдруг озаботился какой-то правозащитной организации. И если мы видим, что, например, Зеленский начинает просить у якобы правозащитной организации деньги и оружие, то можно предположить, что тогда любая организация, которая аффилирована с различными сообществами, опять же, американскими, еврейскими и так далее, то они также могут быть причастны к тому, что они организовывают поставки оружия, ну и денег. С учетом того, что российский Минюз планирует закрыть вот эту организацию, Сахнут, Сианинскую, то здесь, я полагаю, что необходимо провести, конечно, расследование, и мы его, я думаю, проведем в ближайшее время касательно деятельности вот этой организации, и чтобы, я думаю, общество же интересно, чем же все-таки на самом деле занимается вот этот Сахнут в России. Ну а также продолжим мониторить деятельность американского еврейского комитета и разбираться, почему же все-таки у них Зеленский просил деньги и оружие, и почему до сих пор они ничего не опровергли. Ну а тем временем в украинских приграничных городах с Польшей уже потихоньку на прилавках начинают появляться интересные ценники, где цены указаны как в гривнах, так и в польских злотых. Прошу подписчиков присылать мне больше информации на этот счет, чтобы мы четко понимали, каким образом сейчас Польша на тихих лапах пытается все-таки максимально интегрировать западную Украину к себе. С точки зрения гибридной оккупации и Польши, и страны Евросоюза, и Соединенные Штаты Америки, они, как говорится, уже собаку съели, они отработали различные методики на Латинской Америке, и здесь мы видим, что в принципе они работают очень на высоком уровне, и нам нужно просто очень внимательно следить за всеми этими процессами на Западной Украине, потому что очень быстро может Львов оказаться опять польским городом. Также забавные новости поступают с украинно-польской границы, потому что там пана Геннадия Корбана решили не пустить в Украину, несмотря на то, что он глава теробороны Днепропетровска, он там, знаете, много сделал таких вот заявлений, поддержал Зеленского и так далее, но тем не менее мы видим, что сейчас идет медиа-компания, чтобы отделить Зеленского от его лучших друзей-олигархов. И Корбан как и при Порошенко, так и при Зеленском сейчас стал очередным козлом отпущения, на котором, собственно, медианы сейчас эту партию и разыгрывают. Ну и естественно, это шоу предназначено в первую очередь для украинского народа. Ну а тем временем в Украине сейчас уже в обменниках дают по 45-50 гривен за 1 доллар, и это говорит о том, что очень скоро гривна догонит рубль по стоимости и сравняется. И это, я думаю, что будет очень показательная история, потому что, как только это произойдет, инфляция получается, если брать за период боевых действий, по сути, скакнет в три раза. На это уже отреагировали различные магазины и рынки, уже подняли цены как минимум на 15-20% абсолютно на все. Поэтому сейчас в Украине очередная история в магазинах менять ценники. И это, к сожалению, далеко не последняя история, потому что ценники предстоит менять регулярно, с учетом того гигантского объема гривны, который сейчас Зеленский печатает для того, чтобы удержать свою власть и каким-то образом перекрыть эту сумасшедшую дыру в бюджете. Украинскому народу нужно также полагать, что западные страны элементарно могут закрыть все вот эти дыры в бюджете, и чтобы гривна стоила, как и раньше, 27 за доллар. Но, тем не менее, конечно же, западные страны перекладывают львиную долю реально тягот войны на украинский народ. И сейчас мы будем видеть, что вот эта печатанная гривна, по сути, является просто недостачей в кредитных деньгах, которые загоняют на Украину с западных стран. Это прямо свидетельствует о том, что денег дают ровным счетом на силовой аппарат, которые поддерживают на штыках власть Зеленского, ну и, конечно же, чтобы зарплаты солдатам в окопах платили. Ну а все остальные, собственно, это заграничных так называемых партнеров Зеленского вообще не касается. На этом, друзья, у меня все. Не забывайте подписываться на мой телеграм-канал. Ссылка в описании и первым комментарием под видео. Там всегда можно гораздо больше сказать, чем на ютубе. До скорого!